Украинская армия на сегодняшний день, она по праву считается самой универсальной в мире. В кратчайшие сроки мы овладели практически всеми видами западного вооружения и внедрили в ВСУ самые передовые технологии боя. Победить врага украинцам ежедневно помогают десятки стран. Великобритания отправляет нам передовые ракеты Storm Shadow. Германия анонсирует поставки дальнобойных ракет «Таурус». Франция передает лично президенту Зеленскому первые скальпы. Не пасет задних и отечественный оборонпром. К примеру, до конца этого года Украина начнет производить артиллерийские снаряды 155-мм снаряда НАТО. Тем временем 152-мм и 122-мм боеприпасы уже поставлены на конвейер. В одном лишь прошлом месяце их было произведено больше, чем за весь 2022 год разом. Но даже этих усилий со стороны оборонпрома и наших западных партнеров фронту мало. Вот почему в дело вступают отечественные волонтеры и простые инженеры-любители, в мастерских которых удается создавать действительно уникальное и порой даже передовое вооружение. Последнее время СМИ лишь то и делают, что твердят про уникальную украинскую разработку – ракету «Трембита». В ней практически нет электроники. Большинство компонентов можно купить в любом строительном магазине. А единственная дорогая ее часть – система связи. Созданная небольшой группой энтузиастов «Трембита» внешне скорее походит на творение кружка авиамоделирования. Однако уникальность украинской ракеты заключается в ее простоте. Как ни странно, именно она может, если не переломить ход войны, то точно знатно потрепать ПВО противника. Эта ракета потому и дешевая. Что делается из говноя палок? Мы используем технологию позапрошлого столетия. На таких ракетах сегодня никто не летает. Последний раз, когда их использовали в войне, это была Вторая мировая. Немцы забрасывали ФАУ-2 в Лондон. Подобная конструкция тогда была достаточно эффективной. Мы делаем сейчас аналог ФАУ, но ставим туда современную электронику. Однако не стоит сразу списывать «Трембиту» со щитов. Благодаря своему двигателю, имеющему характерный тепловой след, пропустить ее российское ПВО просто не в состоянии. Для последнего подобная цель становится приоритетной. Мы хотим, чтобы эту ракету сбивали, поскольку она относительно дешевая в производстве. И поэтому нам выгодно, чтобы россияне истощали свою ПВО, сбивая нашу дешевую «Трембиту» своими дорогими ракетами. Это волонтерская разработка, чисто волонтерская, вот такая вот интересная. И они готовы его производить, и в том числе для перегрузки. Вот те дроны «Камикадзе», которые как приманка для ПВО, можно запускать там 10-20 штук, делать пуски. И, соответственно, ПВО врага ж не знает, это фальш-цель или это настоящий дрон, который сейчас влупит и взорвется. Поэтому они вынуждены будут сбивать. И таким образом будет перегружаться ПВО противника или вскрываться ПВО противника для нанесения огневого поражения пусковым установкам и командным пунктам систем ПВО врага. Если же российская армия надумает игнорировать украинскую «Трембиту», то тем хуже для нее. Ведь, несмотря на обманчивую устаревшую конструкцию, оружие это смертоносное. Общий снаряженный вес ракеты составляет каких-то 100 килограмм, что делает ее транспортировку на линию фронта достаточно удобной. Простота «Трембиты» поражает. Ее двигатель не имеет никаких подвижных деталей. Работая на бензине, он способен поднимать ракету на высоту до 2000 метров и развивать скорость в 400 километров в час. При этом боевая часть «Трембиты» составляет внушительные 20 килограмм. Боевая часть может снабжаться как осколочно-фугасной, то есть в тротиловом исполнении, а может устанавливаться термобарический заряд, вот как, допустим, на реактивном миномете, например, «Шмель». На нем стоит термобарический заряд. «Трембита» может запускаться по врагу откуда угодно. Ей не нужны дорогие пусковые установки и численный штат обслуживающего персонала. Он запускается пневмокатапультой или с помощью твердотопленного ускорителя. Твердотопный ускоритель – это пороховая шашка, которая может его запускать. При этом освоить украинскую ракету будет куда проще любого самого примитивного квадрокоптера. Автоматизация полета и полетные контроллеры позволяют использовать подобные беспилотники фактически неподготовленным экипажем. Нужно знать «Мишн Планер». Это такая программа, которую знают все. Ничего сложного там нет. Квалификационный барьер максимально снижен. В этом и преимущество нашего оружия. По схожему стримбитой принципу разработан и еще один уникальный отечественный БПЛА. Украинская «Кобра», готовая больно укусить россиян на дистанции в 300 километров и более. Такой беспилотник с жалящим названием и не менее разрушительными характеристиками в помощь киевской тримбите создали криворожские инженеры. Идея была в том, чтобы сделать его максимально дешевым и максимально технологическим в производстве. То есть, чтобы можно было делать их много и недорого. Детище отечественных волонтеров способно двигаться со скоростью до 150 километров в час и нести около 15 килограмм взрывчатки. Хоть до армейских казарм Смоленска, хоть до Воронежа, а то и до Волгограда. Украинские инженеры действительно могут делать крутые вещи. Украинские технологии на самом деле являются топовыми, когда мы говорим о функции защиты. Вишенка на торте – стоимость отечественного дрона. Цена нашей «Кобры» не превышает 2000 долларов, что в разы меньше любых аналогов. При этом беспилотник можно штамповать как на конвейере. При желании лишь один цех по их производству готов поставлять на фронт до 2000 изделий в месяц. Это то оборудование, которое поможет и будет помогать для того, чтобы те или иные операции выполнялись. Задача этого дрона такая же, как и всех других. Это в первую очередь разведка. И в нем есть определенные очень интересные элементы конструкции. Это один из немногих дронов, который сделан по принципу построения классического самолетостроения, когда из стали собирается корпус. Простая конструкция и доступные для изготовления материалы. Не только ощутимо удешевляют украинскую «Кобру», но и делают ее, как и «Трембиту», первостепенной целью для вражеских радаров. Его видно, его видно во все радары, его слышно, так как он бензиновый. То есть изначально цель была одна – это противодействие ПВО. Это ложные цели, это высажение ПВО. Для того, чтобы он тратил дорогие ракеты на недорогие дроны. А так как запас ракет не бесконечный, то по некоторым направлениям 20-30 подобных дронов могут полностью опустошить ПВО, после которого могут работать уже более серьезные дроны, более дорогие или даже пилотируемая авиация. Дешевые волонтерские крылатые ракеты и беспилотники позволяют украинской армии сильно экономить на дорогостоящих боеприпасах. Под прикрытием «Кобр» и «Трембит» наши дальнобойные БПЛА смогут раз за разом достигать намеченных целей в глубоком тылу противника. Разведываются маршруты, разведываются алгоритмы действий ПВО противника. Дальше создается определенная карта и заход по разным высотам, с разных азимутов. Это оптимальный вариант для того, чтобы раскачать систему ПВО. И как минимум 30-50% беспилотников прошло, выполнило боевую задачу. Если мы сможем противодействовать РЭП, отвлекать ПВО, другие смогут летать более качественно, более долго, видеть дальше и видеть больше. То есть наша задача именно создать массовый продукт дешевый. Это далеко не все, чем наши волонтеры и ВСУ смогут ошарашить врага на поле боя. Еще больше про новейшее оружие, применяемое на фронте против рашистов, мы расскажем в следующих выпусках. Так что ставьте лайки этому видео и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски Арсенала.